привет мои дорогие котики еще раз привет мои экстрасенсы мы сейчас с вами будем еще раз глядывать еще одну репродукцию эта картина точнее это не настоящая картина это ее фотография которая сделана очень-очень много лет тому назад мини-мини репродукция в красках одной классной картины я вам скажу она действительно такая знаете странная да потому что я от нее не могла отвести сама взгляда не могла отвести и эту на эту картину смотрели очень много людей и сейчас я повторяю что я делаю для вас серию из угадывания того что находится на репродукциях картин почему потому что их смотрела огромное количество людей да эти картины оценивались эти картины являются достоянием вообще да всего человечества и я вам тут сюжетную такую картину подобрала и как вы думаете что на ней изображено вы я думаю будете даже немного в шоке когда вы ее увидите потому что она действительно странная автор картины для меня не особо известный художник да как бы я раньше очень сильно интересовалась художественными но сейчас как бы может быть не особо но я сама и рисую девочки да по крайней мере пытаюсь рисовать ну что угадайте пожалуйста что за этой черной ширмой что за этим черным материалом находится может вы почувствуете там людей может вы почувствуете там натюрморт это изображение предметов может вы еще что-то может цвета какие-то возможно звуки может определенные какие-то моменты что-то вспыхнет у вас посмотрите что вы чувствуете сейчас какое ваше первое было впечатление до заглядывание вну в внутрь под эту черную шерму кстати почему вот черным цветом тоже вот повторю и буду повторять лучше почему закрывать черным цветом потому что черный цвет он поглощает другие цвета и на черный цвет вы будете реагировать более нейтрально чем например на синий на красный на белый да у всех цветов есть свои волны волны цветовые я даже не помню как они называются там а вот черный цвет он не мешает считывание того что под ним девочки картина одного известного художника ну может быть не особо известного как для меня но картина во первых странноватая и может быть она такая вроде бы и банальная но в ней вот что-то такое есть я хочу понять хочу посмотреть девочки сможете ли вы определить что это странное там на этой картине списано ли она правдиво может вы почувствуете что чувствовал этот художник когда ее рисовал что он хотел передать может быть вы почувствуете это девочки если кому-то мешают чужие слова например мои да вы можете нажать на паузу и просто хорошо всмотреться в этот черный цвет смотрите с девочки попробуйте рукой потрогать да пальчиком даже потрогать экран может у вас поменяются какие там чувства ваши может быть у вас считывает хорошо ваше зрение да может голова может у вас хорошо считывает ваше тело эту информацию знаете как по целителей они больше руками так водят если у вас кстати есть какие-то определенные методы можете вот задействовать может у вас кстати девочки есть карты игральные либо таро можете даже вот вытаскивать карту определенную для того чтобы ответить на этот вопрос смотрите это видео и вы вытаскиваете даже определенную карту несколько с этим вопросом и смотрите что вам покажет изображение либо смысл пробуйте девочки это экстрасенсорика и и надо развивать я хочу чтобы вас чтобы вы поняли сами себя чтобы вы открыли если у вас не будет получаться с первого раза это на самом деле ерунда если в этом упражняться можно достичь таких многих высот которые обязательно в жизни даже пригодятся обходить где-то острые углы предвидеть чуйка так будет работать и вы будете реально знать что лучше чувствовать лучше чувствовать да и прислушиваться к своей интуиции чем например думать логически ну что девочки попробовали ну шесть минут прошло я тут наболтала вам открываем картина вот такая вот картина у нас сегодня в угадайках было и эта картина для меня не особо известный лукас кранах старший 1472 1553 годы жизни картина называется сводня написана она в 1548 году это дерево масло размеры картина тут указаны и находится в государственном музее искусств грузии в тбилиси точнее она находилась это было в 1984 году издательством напечатала вообще эти репродукции посмотрите какая интересная картина девочки да это картина сводня называется тут такое изображен мужчина молодой богатый который дает деньги в мешочке женщине старой умудренной опытом обратите внимание что она без зубов да вот это сваха но в то время не было металлокерамики да не было таких возможностей вставить зубы потому если зубы уже выпадали то уже чем ходили с тем ходили как вы думаете сколько лет ей вот этой вот свахи я вам скажу вот по своим даже ощущениям мне у меня такое ощущение что так как этот четкий портрет так нарисован да и глаза такие живые у этой свахи но вот обратите даже внимание реально как живые глаза правда не пустые и мне кажется что он рисовал эту картину определенно с существующей в реальности свахи с женщины эта женщина сто процентов существовала автор картины и и по любому видел да а вот насчет жениха и невесты и вот смотрите он дает свахи деньги она его держит уже так заправски рукой да ну не за горло девочки да но она как-то его умасливает наверное но смотрите как они дружат до обратить внимание уже не в первый раз он к ней обращается потому что уже такое более-менее фамилиарные к ней отношения да он уже держит за плечо на его за бороду но как бы незнакомые люди такого еще и в те средние века делать и так не думаю что могут да и посмотрите внизу девушка девушка она кстати тоже не бедная у нее на шея жемчуга она держит серебряный графин и в руках я так думаю что это стакан такой красивый и с вином и она улыбается и сваха улыбается и в принципе такой вот хитрый хитрый изображен богатый мужчина точно не крестьянин да вот кстати насчет жениха я так думаю вот это все таки невеста да я не думаю что они списаны с реальных людей да тут я так думаю какая какой-то сбор особенно вот смотрите очень ярко изображена сваха не ярко изображен он но тоже такого четкое лицо и совершенно не четкое такое очень для тех пор очень такое знаете банальное лицо да я так думаю что это тут такой собирательный образ а вот очень четко эта женщина и очень четко этот мужчина причем даже обратите внимание на нас и да нос у него прямой такой острый а она у нее получается очень курносый нос какая-то такая нетипичная внешность правда но тут такая глубокая тайна в этой картине я так думаю девочки вы ее прочувствуете и мне вот действительно просто хочется ее вам показать чтобы вы порассматривали вместе со мной вот если сдалека так смотреть что кажется что это сваха она такая знаете страшный человек да злобный может то что улыбается вот этим своим беззубым ртом можно так подумать что банально подумать что вот она любит денежки из-за этого тянется так к своей к этим деньгам да но посмотрите где руки у этой свахи одна рука в кольцах кстати таких золотых на деньгах а вторая рука у нее на мужском этом подбородке она задействована самое наверное тут активно но что тут вы есть девочки пишите вот свои комментарии да что вы увидели как вы увидели что вы чувствуете кто здесь и как вот такая вот картина надеюсь вы угадали примерились девочки вот такое вот у нас сегодня было задание все мои дорогие пока пока вот такая вот так 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 вот Продолжение следует...